Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели» и я ее ведущий Амир Кедрасов. Главное политическое событие года состоялось на неделе. Председатель городского совета и глава администрации города отчитались о проделанной работе перед общественностью. Доклады были сделаны во второй части расширенного заседания совета городского округа, но в начале 15 февраля состоялось восьмое заседание совета. Какие решения приняли народные избранники, расскажет моя коллега Айгуль Мухаммедшина. Первая часть заседания совета городского округа проходила в конференц-зале администрации без участия общественности. Всего для принятия было вынесено пять проектов решений. Все они ранее рассматривались на депутатских комиссиях. По первому пункту повестки дня предлагалось внести изменения в решение об установлении земельного налога. Это связано с получением городом статуса территории, опережающего социально-экономическое развитие. Предлагается освободить от уплаты земельного налога организации резиденты ТОСР в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестпроекта в течение срока существования ТОСР Кумиртау. По следующему вопросу начальник финансового управления Гульнара Кучербаева выступила о необходимости внесения изменений в бюджет. Согласно проекту, расходная часть бюджета увеличится на 22 миллиона 175 тысяч рублей. Деньги предусмотрены на ремонт помещения Центра молодежного инновационного творчества в ЦДТ, приобретение автобуса и юрт для управления культурой и иные нужды. На приобретение трех жилых помещений в соответствии с решениями суда гражданам, имеющим право на внеочередное получение жилья. Мы должны предоставить жилье до 36 квадратных метров на каждого. На сегодня стоимость одного квадратного жилья составляет 32 тысячи рублей. И стоимость трех квартир рассчитана в размере 3 миллиона 456 тысяч рублей. На сфинансирование под программой обеспечения жильем молодых семей из местного бюджета 101 тысячи рублей. Также предлагается выделить средства на укрепление материально-технической базы, на ремонт зданий образовательных учреждений в размере 6 миллионов 487 тысяч рублей. На укрепление материально-технической базы учреждений спорта, это Дю США и Вымпел, 3,5 миллиона рублей. Еще один главных вопросов – это утверждение плана очистки дорог в зимний период на текущий год. Проект представил заместитель главы администрации Юрий Куров. Согласно плану, теперь дороги в городе Кумертау содержат семь организаций. По итогам проведенных аукционов, администрация городского округа заключила в декабре 16 и венавиаре 17-го года муниципальные контракты на уборку в зимний период 17-го года автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности городского округа, со следующими предприятиями и организациями. МУПДОР, с обществами ограниченной ответственностью «Стройтранс-М», Кургазинский завод нефтепромыслового оборудования, экологический форум, «Колос», «Транспортник» и «Стройдорсервис». Проект принес с заполнениями по плану очистки. Определилась и дальнейшая судьба бывшего терапевтического корпуса по адресу Лесная, 45. На сегодня он лишь частично арендуется индивидуальным предпринимателем. По решению депутатов, здание будет использоваться как проект лыжероллерной трассы. Далее был объявлен перерыв в работе. 50 минут 45 секунд. Ровно столько в этом году длился отчетный доклад главы администрации городского округа Бориса Беляева. В отчетном докладе были сделаны акценты на здравоохранение, демографии, ЖКХ и экономике. Были обозначены успехи кумерталцев в науке и спорте. Не умолчал глава и о проблемах города. Красной нитью прошла тема территории опережающего развития. В этом направлении предстоит еще большая работа в части привлечения инвесторов в город. К 2018 году поставлена задача организовать в городе 10 новых производств резидентов территории опережающего социально-экономического развития. По традиции именно в феврале руководители муниципального образования выступают с отчетом об итогах деятельности за прошлый год. 2016 год был переломным в уходе от монозависимости города. Главным результатом работы стало получение статуса территории обережающего социально-экономического развития, отметил в своем отчетном докладе глава администрации Борис Беляев. ТОСР – это старт новому этапу развития. Именно развитие города. Мы добились того, чего хотели. Следующим результатом к 2018 году должны стать запуск в городе 10 новых производств с общим объемом инвестиций в 5 миллиардов рублей и создание 2000 новых рабочих мест. Все это позволит городу уйти от монопрофильности. Наиболее важными и успешными направлениями в деятельности администрации были привлечение инвесторов и поддержка бизнеса, подчеркнул Борис Владимирович в докладе. Крупнейшие инвестороположения произведены на основе соглашения с Фондом развития моногородов о софинансировании расходов по строительству инфраструктуры маслозавода в селе Маячный. Благодаря этому соглашению для маслозавода были построены линии электропередач и газопровод, и автомобильная дорога. В текущем году продолжится реконструкция железной дороги и строительство очистных сооружений. Готовность основной инфраструктуры ускорила ввод в июне прошлого года первой очереди маслозаводного завода. На предприятии уже создано более 100 рабочих мест. К окончательному вводу ожидается создание еще около 400 новых рабочих мест. Всего же за прошедший год в Кумертау было создано 269 новых рабочих мест. 63% из них в промышленном производстве. А за два прошедших года создано 520 рабочих мест. Для привлечения инвесторов и развития производства возле аэродрома готовится земельный участок под первый индустриальный парк. Ведется поиск резидентов. Для ознакомления с городом потенциальных инвесторов в прошлом году был проведен инвест-пикник. В итоге территорией заинтересовались крупные компании. Компания «Магеллан» открывает швейное производство с созданием 50 рабочих мест на первоначальном этапе. Компания «Халис» открывает домостроительный комбинат на территории бывшего 33-го училища. Компания «Муромец» рассматривает возможность строительства завода по сборке зерноуборочных комбайнов на 70 рабочих мест. Инвестор из Уфы планирует открытие кирпичного завода на 100 рабочих мест. Программа развития «Моногорода», включающая более 40 инвестиционных проектов, находится под контролем линейного менеджера ФРМ. Четыре проекта на сегодня успешно реализованы. В том числе компания «Объектив» выигран грант в размере 7 миллионов рублей на создание Центра инновационного творчества «Робототехника». В 2016 году существенную финансовую поддержку получили субъекты малого и среднего предпринимательства. Мы добились шестикратного увеличения объема софинансирования мэр поддержки из республиканского и федерального бюджетов. Всего освоено 98 миллионов рублей. Это третий результат в России после Москвы и Санкт-Петербурга. И беспрецедентный показатель для малых городов России. Получателями поддержки в текущем году стали 110 предпринимателей нашего города, которые взяли на себя обязательство создать в течение шести месяцев 230 новых рабочих мест. Успехи достигнуты в области образования, молодежной политики и спорта. Много значительных событий произошло в сфере культуры. Был открыт кинотеатр «Горняк» с современным залом. В город возвращен дворец угольщиков. Сейчас там ведется ремонт. Было отмечено, что в реконструкции нуждаются многие учреждения, в том числе и историко-краеведческий музей. Проект у нас прошел экспертизу. Определена стоимость работы в 20 миллионов рублей. И следующий шаг – поиск инвесторов или возможности федерального или регионального финансирования. Сохранить историческое наследие Кумертау и в целом Юго-Башкирия важно для всех нас. И мы просим вас, уважаемые Рита Тагировна, поддержать коммерсовцев в этом стремлении создать уникальный музей. В докладе прозвучали и задачи на текущий год. Основная цель всей нашей работы – это улучшение условий жизни людей, их благосостояния и социальной благополучия, отметил глава администрации. В завершении он поблагодарил руководителей предприятий, общественных организаций, инициативных жителей города за поддержку и активную жизненную позицию. В своем выступлении министр финансов Рита Супханкулова дала высокую оценку деятельности администрации города. То, что вы стали городом, опережающим территориального развития, конечно, это большая заслуга. Борис Владимирович, надо сказать, что не столько, наверное, органов власти. Вот он начал эту работу, надо к его чести сказать. И вы стали таким городом. Но это как бы начало пути. Это только начало пути. Сейчас уже начинается у вас самый ответственный период, что да, вы в такие условия попали, но привлечение инвесторов и развитие города – это задача еще больше, чего вы до сих пор вкладывали. Это там 10% того, что вы могли бы сделать. Конечно, это потребует и от нас определенных усилий, но все равно путь правильный. Путь правильный. Нацеленность тоже правильная, чтобы весь город нацелить на то, чтобы направление в этом работает. И я считаю, путь будет очень правильный. Я вам желаю больших успехов в реализации всех тех планов, которые вам обозначены. Я думаю, что это вашему руководству, всем вам по плечу. Желаю вам успехов. Впечатлены были достижениями города и участники заседания. Я считаю, что доклад был очень хорошим, содержательным, потому что отразил все итоги, которые достигли были за прошлый год. А итоги действительно впечатляющие. Город вошел в территорию опережающего социально-экономического развития. Это очень хорошо для города. Я думаю, что перспектива у города хорошая. Честно говоря, я очень волновалась почему-то внутри, перед выступлением Бориса Владимировича, потому что доклад об итогах – это ведь и наши итоги, всех жителей. И было такое сомнение. Но поймала себя на мысли, когда Борис Владимирович читал доклад, что меня посещало такое чувство гордости за всех нас. И я ощутила историческую важность этого периода, всего 2016 года. Да, это была на самом деле очень плодотворная, очень необычная работа. И второе, что я ощутила, что теперь у нас еще больше ответственности. Действительно, Кумертау есть чем гордиться. Результаты у Кумертау просто отличные. Надежда очень большая, что Кумертау еще выше поднимет свои результаты, и жизнь станет лучше и прекраснее. Я считаю, что прошедший 2016 год был очень успешен для нашего города. Самое главное, мы получили статус территории, оближающего социально-экономического развития. И это дает новые перспективы для дальнейшего развития города. Наградили в этот день людей, которые внесли значительный вклад в развитие города, прибавили славу своим трудом. Люди разных сфер деятельности получили почетные грамоты и благодарственные письма администрации городского округа. Наградами были отмечены работы по подготовке спортсменов, вклад в развитие электронного образования, результаты деятельности в сфере молодежной политики. Также были подведены итоги конкурса среди дошкольников и школьников создания легенды о Бабае по первоначальному названию Кумертау. Символично, что итоги года подводятся накануне дня рождения города. Этому событию был посвящен праздничный концерт. В программу были включены лучшие номера вокальных и танцевальных коллективов города. Ну вот, как уже было сказано в первом материале, на заседании городского совета приняли депутаты немаловажное решение для города. Народные избранники обнулили ставку земельного налога для резидентов ТОСЭР, что должно повлиять на улучшение инвестиционного климата. Администрация городского округа город Кумертау, после того, как было подписано постановление правительства РФ в конце прошлого года о присвоении нашему городу статуса территории, опережающей социально-экономического развития, сразу же приступила к работе по обнулению тех налогов, которые идут в наш местный бюджет. Конкретно это земельный налог. И было внесено предложение депутатам рассмотреть возможность предоставления резидентам территории, опережающей социально-экономического развития Кумертау, земельный налог установить на уровне 0%. И депутаты наши предложения поддержали. И буквально два дня назад было принято это решение. И теперь те резиденты, которые будут приходить на территорию города, они не будут платить земельный налог, который сегодня составляет от 0,3% до 1,5%. 0,3% у нас платят, это в основном сельхозпредприятия, 0,7% платят торговые предприятия, и 1,5% все остальные, начиная с предприятий, которые работают в сфере промышленности. Налог платится от кадастровой стоимости земли, как известно, кадастровая стоимость земли, она очень высокая, и налог составляет все-таки существенную долю, занимает расходы предприятий. И получив вот эту льготу, я думаю, что это очень сильно сократит расходы предприятий, повысит инвестиционную окупаемость проектов, которые будут реализовываться на территории города. Продолжаем выпуск. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Траурные мероприятия в этот день прошли по всей стране. В Кумертау память земляков, которые пали в афганской войне, почтили в Парке Победы. Здесь впервые состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. 15 февраля в России отметили 28-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан. Эта дата отмечается в нашей стране как День памяти россиянов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В среду около памятника прошел митинг у памятного знака погибшим солдатам. Выходцев из нашего города собрались их родственники, братья по оружию, первые лица города, представители организации и жители города, чтобы почтить память тех, кто погиб вдали от Родины. Сказать благодарности тем, кто с честью выполнил свой интернациональный долг. Открыл митинг начальник отдела военного комиссариата Рамиль Харуддинов. Своей вступительной речью отметил, что кумертаусцы всегда будут помнить ребят, которые 28 лет назад не побоялись отдать свою жизнь, выполняя свой интернациональный долг. Вечная память тем, кто до конца выполнил свой интернациональный долг, но не дожил до этого светлого дня. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивший служебный долг за пределами Отечества, объявляется открытым. В память о молодых ребятах, не вернувшихся с войны, во время митинга почтили минуты молчания. Глава администрации городского округа Борис Беляев, выступая перед собравшимися, отметил мужество и героизм ребят, исполнявших свой воинский долг в горячих точках. И что для всех воинов-интернационалистов реализуется проект Музея боевой славы. Этот мемориал был создан буквально полгода назад. И это только первый шаг в реализации масштабного проекта Музея боевой техники под открытым небом. В течение ближайшего времени здесь будут размещены порядка 15 единиц боевой техники и составят собой целый мемориальный комплекс Парка Победы. «Вспоминая погибших, мы не должны забывать и о воинах, вернувшихся домой живыми. Ветераны горячих точек должны чувствовать поддержку», также отметил глава администрации. В завершении мероприятия у памятного знака воинам-интернационалистам были возложены цветы. В нашем городе на протяжении многих лет работает Союз воинов-интернационалистов. И сегодня члены этого союза принимают активное участие в жизни города. Так, 16 февраля в Центральной библиотеке состоялась встреча офицеров запаса с молодежью города. Мужество и героизм солдат и офицеров, прошедших Афганистан, вспоминает вся страна. Прошло более четверти века, но память о тех событиях останется неизменной. Наш долг – помнить о наших героях. С такими словами обратились к собравшимся организаторы встречи в Центральной библиотеке. Непонаслышке об Афганистане знает майор запаса Магомед Аруджев. Он на встрече рассказал о своих воспоминаниях. Молодежи хотели бы рассказать, чтобы наше подрастающее поколение помнило подвиги своих предков. Героев отечественной войны, героев войны в Афганистане, героев войны в других локальных конфликтах. Чтобы наша молодежь достойно училась. Еще один участник встречи – Александр Романов. Его выступление также стало своеобразным уроком истории для студентов. Александр Альтеевч прослужил 18,5 лет в Оренбургской краснозаменной дивизии ракетных войск стратегического назначения. Я хотел бы затронуть в своем выступлении перед молодыми студентами те задачи, которые в настоящий момент выполняют вооруженные силы Российской Федерации по укреплению своей боеготовности и боеспособности в наше непростое время. Военные компании в Афганистане приняли участие солдаты и офицеры из Башкортостана. Из города Кумиртау и Куиргазинского района было призвано более 200 человек, семьи из которых погибли. Погибших при исполнении воинского долга участники мероприятий почтили минуты молчания. В завершение молодые люди могли задать интересующие вопросы гостям мероприятия. Продолжаем. В Кумиртау на неделе состоялось городское родительское собрание, посвященное государственным итоговым экзаменам. Родители узнавали не только о порядке проведения экзамена, они смогли задать свои вопросы. На общегородском собрании побывал Константин Меркушев. В Центре детского творчества собрали родители выпускников. Тема встречи – государственная итоговая аттестация. Порядок проведения экзаменов и нюансы, с которым могут столкнуться как девятиклассники, так и выпускники одиннадцатых классов. На время проведения экзаменов школы станут пунктами. В городе Кумиртау уже несколько лет организованы два пункта проведения единого государственного экзамена. Это школа номер 9 и 10. И два пункта проведения основного государственного экзамена. Школа номер 1 и номер 5. Все пункты оборудованы стационарными металлоискателями на входе, ручными металлоискателями и видеокамерами в каждой аудитории. Система виде наблюдения в пунктах ЕГЭ работает в режиме онлайн, и все нарушения фиксируются и попадают в сеть. Сама процедура проведения ЕГЭ постоянно совершенствуется, становится более технологичной. Изменения каснутся в основном технологичных пунктов приема экзаменов, когда контрольно-измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в аудитории в присутствии пускников. А затем, впоследствии, они будут сканированы в пункте приема экзаменов непосредственно и сразу же по каналам защищенной связи переданы УФУ на проверку. Изменения произошли и в содержании практического материала. Если раньше школьникам предлагались конкретные варианты ответов на задание, выбрать верное решение не заставляло особого труда. У нерадимых учеников была возможность выбрать правильный ответ интуитивно. Учитывая эти факты, Министерство образования внесло изменения в способы проведения ЕГЭ в этом году. Содержание некоторых экзаменов претерпело значительные изменения. В частности, убрана тестовая часть. Это делается для того, чтобы учащиеся давали развернутые ответы. Тестовая часть сохраняется только в экзаменах по английскому языку, по иностранным языкам. На собрании родителям также напомнили о нарушениях при сдаче ЕГЭ. Запрещено списывание, пользование сотовых телефонов и справочных материалов, иначе на пересдачу. Отрицательную оценку можно будет исправить в официально установленные сроки. Но зачем рисковать, когда еще есть время подготовиться и со спокойной душой поступить в выбранное учебное заведение? Константин Мершев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Качество пожаров в городе увеличилось, констатируют огнеборцы. Если сравнивать начало прошлого года, то рост произошел в 2,5 раза. Меры профилактической работы обсудили на неделе представители администрации, пожарные и руководители организации предприятий города. И хотя на повестке дня было несколько вопросов, можно сказать, что комиссия была посвящена одному пожарам. В конце прошлой недели на территории городского округа произошел пожар, причиной которого стала беспечность жителей этой квартиры, а именно неосторожное обращение с огнем. К слову, в этом году произошел рост числа пожаров. На сегодняшний день в городе Кумертау произошло 5 пожаров с начала текущего года. Рост значительный на сегодняшний день, ровно 2,5 раза. Большая часть, естественно, этих пожаров произошло в жилом секторе. На заседании было отмечено, что основная доля пожаров происходит по вине самого человека. Это неосторожное обращение с огнем, а в частности при курении. Безалаберное вот это отношение, именно покурил, бросил, куда попал, непонятно. Это зачастую приводит к пожаров. В частном секторе есть такая проблема, у всех есть практические бани, только они делают, соответственно, по желанию самого хозяина, а хозяин видит, как правило, чтобы было, в большей части, покрасивее, а не как правильно. Соответственно, им никто ничего не скажет, правильно сделано или неправильно. Вот он как сделал, так она и стоит. Но ровно до поры до времени, если это сделано с нарушением требований пожарной запасы, это практически в 100% случаев приводит к пожару, соответственно, к уничтожению данного имущества. Как отметил заместитель главы администрации по ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров, что рост числа пожаров свидетельствует о том, что проводится недостаточное количество профилактических работ среди малоимущих, неблагополучных семей, лиц пожилого возраста и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Настораживает ситуация по пожарам в плане того, что большинство, основное количество этих пожаров произошло в семьях неблагополучных или ведущих, ну, такой, ненадлежащий образ жизни. На заседании было принято решение о разработке методического указания по пожарной безопасности. Каждый житель города получит его на руки. И, может, тогда пожаров станет меньше. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Ровно год на базе Центральной городской библиотеки города проработал клуб молодого избирателя. И теперь предстоит сформировать новый состав. С будущими представителями клуба на днях встретились представители органов местного самоуправления и территориальной избирательной комиссии. На первом заседании побывала наша съемочная группа. Клуб молодого избирателя в прошлом году создавался как пилотный проект. На сегодня учредители общественного объединения признаются, этот шаг был правильным. Просвещение молодежи по вопросам выборов – необходимая работа. Это в будущем обеспечит их активное и осознанное участие в избирательных кампаниях. Поэтому деятельность клуба продолжается, и сегодня был избран новый состав. Это студенты профессиональных учреждений города. Мы выбрали, назначили новый состав молодежно-избирательной комиссии, второго созыва, куда вошли у нас 17 представителей студенчества. Есть один представитель от общественного объединения политической партии «Справедливая Россия». Также у нас присутствует один представитель трудового коллектива. В работе заседания принял участие депутат Совета городского округа Анатолий Лапин. Он рассказал о том, как формируются органы власти, как принимаются решения на уровне Совета городского округа. Проинформировали будущих избирателей и о предстоящих выборных кампаниях. Для молодежи это стало познавательным уроком. Узнали цели работы комиссии, поставили первые задачи. Мы должны хорошо вникнуть в систему избирательного права, так как через год мы будем участвовать в выборах президента Российской Федерации. Анастасия Деревянов уже работала в первом созыве клуба молодого избирателя. Она с удовольствием согласилась продолжить работу в составе новой команды. Много новых знаний. Как уже более работаешь хорошо с Конституцией, так как я еще была наблюдателем на выборах. Я видела все это вживую, как все это происходит, как приходят люди, как происходит голосование. В течение года клуб предполагает проведение различных акций, круглых столов и встреч с руководителями органов местного самоуправления и членами участковых избирательных комиссий. Любви все возрасты покорны. Именно под таким девизом на стадионе «Шахтер» 14 февраля молодежь отмечала День Святого Валентина. Подробности в репортаже Константина Меркушева. 14 февраля по всему миру отмечают День Святого Валентина. Так звали священника, который в III веке, несмотря на запреты римского императора, венчал солдат и их возлюбленных. В Россию праздник пришел около 20 лет назад. В 2008-м у него появился конкурент – День Семьи, Любви и Верности. В память о православных святых Петра и Февронии. Но Валентин не теряет популярность. Большинство россиян считает себя влюбленными. И каждый третий мечтает отмечать 14 февраля. Это тот праздник, который отмечают с детства. Еще в школе пишем Валентинке. Так что хороший праздник. В этот день на стадионе «Шахтер» горожане признавались друг другу в любви. И даже мороз и сильный ветер не помешал влюбленным выражать свои чувства. День Святого Валентина – это день всех влюбленных. Это наш день. Но у нас 14 февраля связано еще с нашей датой. Именно сегодня у нас с моей женой 10 лет отношений. В честь этого праздника я тебя очень сильно люблю. С праздником. Отмечающий этот праздник дарит любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки. Часто в форме сердечка со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви. На мероприятии были и те, кто урожал свою любовь к нечто другому. Студенты Кумертаутского филиала Оренбургского государственного университета признались в любви к своему университету. Это не день, не просто день влюбленных. Также сегодня могут выразить любовь к близким, любовь к родине и любовь к своему учебному заведению. Студенты Кумертаутского филиала АГУ пришли выразить свою любовь к преподавателям, которые у них преподают. В принципе, ко всему студенческому сообществу нашего города, к молодежи нашего города и хотят пожелать всего самого хорошего. В конце мероприятия все пришедшие запустили в небо небесные фонарики в виде сердца. По китайскому поверью считается, что во время запуска небесного фонарика есть традиция загадывать желания. И якобы в этом случае небесный фонарик уносит с собой все плохое, открывая дорогу здоровью, богатству, успеху, любви. Три, две, а я тут запускаю и загадываю желания. Ну что ж, всем огромное спасибо всем, кто пришли сегодня на наш замечательный праздник. Все у вас сушных фонариков. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Удачного начала новой рабочей недели. И до встречи на телеканале «Арис». Субтитры сделал DimaTorzok